Здравствуйте! Я, Лилия Тимива, буду общаться с вами в культурном контексте. В этом выпуске смотрите. Завершился 14-й международный фестиваль звездным гала-концертом. С творческим визитом посетил Щелковский район оркестр из Польши. Полезной и увлекательной традицией становится проведение Библионочи. В памяти артиста и земляка посвящен первый фестиваль-конкурс имени Владимира Левашова. Невероятный по насыщенности, яркий, творческий, музыкальный – все это о нем. О 14-м международном фестивале искусств «Звездный», который с успехом прошел в Щелковском районном культурном комплексе. Неизменным остается уровень и качество мероприятия. В этот раз в рамках фестиваля прошло 4 концерта с разной тематикой и несколько мастер-классов по предметам искусства. Далее подробности. Ежегодный, уже 14-й международный фестиваль искусств «Звездный» стартовал великолепным концертом, который народный артист России, пианист, президент Международного благотворительного фонда Юрий Розум, посвятил памяти своего отца, народного артиста РСФСР Александра Григорьевича Розума. Он был первым исполнителем главных партий в таких операх, как «Укращение с троптивой», «Три толстяка», «Заря». Представлял певец и премьеры многих песен, ставших популярными и любимыми. В его исполнении впервые прозвучали песни о родине, песни о Москве, «Солдаты» и «Дуд». Активно сотрудничал Александр Розум с такими легендарными композиторами, как Новиков, Соловьев, Седой, Мурадели, Туликов, Островских, Рейников, Хачатурян, Сверидов, Левашов. В Государственном телерадиофонде России хранятся более 200 записей, сделанных за долгие годы работы на радио. Это арии из «Опербал маскарад», «Севильский цирюльник», «Фауст», «Роман Сочайковского», «Глинки», «Мусоргского», «Рахманинова», «Произведения Бетховена», «Григо», «Русские народные песни». В этом году фестиваль продлится несколько недель. Традиционно он состоит из нескольких концертов и мастер-классов, участия в которых принимают ученики школы искусств Щелковского района. Яркие, самобытные, неповторимые артисты, стипендиаты фонда Юрия Розума выступали, кажется, на пределе творческих возможностей. Зрители услышали песни из репертуара Александра Розума, а также насладились личным выступлением его сына Юрия. В этот вечер он аккомпанировал солистом. В этот вечер он аккомпанировал солистом. Я впервые была потрясена тем, что в нашем Щелковском районном доме культуры такой замечательный концерт, который достоин Гремлевского дворца съезда. Вот совершенно точно. Какая же наша страна богатая на таланты. У нас самые лучшие костюмы, у нас самые лучшие песни. Мелодии, песни такие мелодичные, душевные, нежные, тонкие, раздольные, сильные. Я желаю больших успехов в нашем фестивале и долгие лета. Сольный концерт дал в рамках фестиваля и сам народный артист России Юрий Розум. Своё выступление он посвятил памяти жертв трагедии в Кемерово. Напомним, страшный пожар, унесший жизни детей и взрослых, произошёл 25 марта в городе Кемерово. Народный артист России не остался в стороне и наполнил сольные выступления классическими произведениями в форме концерта без лишних слов и бурных аплодисментов. В программе выступления звучали произведения таких композиторов, как Скрябин, Бетховен, Шопен, Рахманинов. Ну и завершился. 14-й международный фестиваль звёздный грандиозным гала-концертом. Построен он был на основе важных мировых музыкальных событий, конкурсов и во многом был просветительским. И здесь, в музыкальный объектив нашего вечера, попадает выдающийся французский композитор Жорж Безе, который родился 180 лет назад. Безе прожил недолгую жизнь, 36 лет. Но в творческом плане был невероятно плодовит. Волею судеб творение, впоследствии прославившее композитора, оказалось косвенным виновником его безвременной кончины. Речь, конечно же, идёт о нетленном шедевре Жорж Безе, опере «Кармен». ПЕСНЯ ПЕСНЯ Участие в гала-концерте принимал оркестр Министерства обороны Российской Федерации, солисты оперных театров, а также стипендиаты фонда имени Юрия Розума. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сам народный артист также неизменно дарит зрителям свое выступление на завершающем гала-концерте. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и несомненно главным подарком для всех стало выступление великолепного Дидьем Руани, основателя группы Space. Первый номер он исполнил совместно с Юрием Розумом. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а после... Аплодисменты 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 В районе прошел очередной фестиваль искусств «Звездный». Я стараюсь продлить эту замечательную историю любви, которая началась здесь, в России, тогда, в Советском Союзе, в 1983-м. Эта история становится все больше и дольше. Уже несколько поколений приходят на концерты. Это успех для артиста, когда ты не отдыхаешь, а работаешь, и бывает по многу часов, но это доставляет удовольствие. Для меня важно работать для людей, для публики, и участвовать в таких благотворительных концертах. Они тоже могут помочь. Впервые в Щелково прошел фестиваль народного творчества памяти заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Левашова. Несколько номинаций объединила тема, которой сам Владимир посвятил всю жизнь. Народное пение, ремесла и все, что связано с этникой. В Щелковском районе прошел первый районный фестиваль имени заслуженного артиста России Владимира Левашова. Его жизнь, в том числе и творческая, прочно связана с Щелковским районом. Здесь он родился, здесь работал, пел и выступал, создавал и развивал коллективы. Его знают и, главное, помнят. Именно поэтому и реализовалась идея создания и проведения фестиваля конкурса. Это человек, известный всем в районе от края до края. Это человек, который, как вы видели в фильме, щедро делился своим талантом, своими умениями. Мастера, умениями учителя. Очень жалко, что, наверное, несколько преждевременно мы потеряли эту возможность пользоваться таким щедрым даром и иметь возможность общаться с ним. В четырех номинациях приняли участие более 40 народных коллективов из Щелково, Фрязино, Рузы, Раменского и других муниципалитетов Московской области. Фестиваль проходил в течение нескольких дней на разных площадках, где артисты смогли показать свои умения в хореографии, игре на народных инструментах и пении. Объединяла их одно – народная культура. Акция «Библионочь» прошла во всех библиотеках Щелковского района. Посетители ожидало немало сюрпризов – от мастер-классов до встреч с артистами и художниками. Присоединилась к акции и наша съемочная группа. Полезной и увлекательной традицией становится проведение «Библионочи». Акция проходит во многих городах страны, но в Щелковском районе это мероприятие стало весьма насыщенным. Сразу в нескольких библиотеках организовали очень интересную программу. «Библионочь» проходит во многих библиотеках Щелковского района. В межпоселенческой районной библиотеке сразу две встречи с интересными людьми. Анфиса Вестельгаузен, которая сейчас подписывает автографы, и художник, который нарисовал картины за моей спиной. И еще здесь проходят мастер-классы, так что самое интересное еще впереди. Так программа «Библионочи» в межпоселенческой центральной районной библиотеке называлась «Новое прочтение». Это действительно было новшество. На встречу с читателями приехала молодая актриса Анфиса Вестельгаузен. Она рассказывала о себе и своих работах в кино, учебе во ВГИКе и в целом об отношении к жизни и профессии. Девушка поделилась не только секретами актерской жизни, но и взглядами на театральное искусство. Я бы хотела играть в театре. Но опять же, понимаете, все хотят в кино, потому что больше узнаваемости. А хотела бы больше классику и средневекистики? Ой, нет, я больше классику. Вы знаете, есть театр «Гоголь-центр», который практикуется на современных постановках. Я туда сходила три раза и больше не хочу. Так что современные постановки меня пугают. Нет, 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 я лучше классику. Немало сюрпризов ожидало и библиоманов. Еще одним приятным подарком стало и то, что в «Библия-ночь» можно было получить бесплатную книгу. Вот на этой полке, которая называется «Подарки от книжного мага», можно взять книгу, которая понравилась. Я, пожалуй, возьму вот эту. Приехал и привез свои работы художник Андрей Шатилов. В его картинах актуальный образ сочетается с массой дополнительных подробностей. Вот, например, портрет девушки. Она будто из прошлого века. Ретрообраз на контрасте с современностью. Высунувшись в окно телефонной будки, она будто в нынешнем веке перенасытилась информационным потоком и отторгает его. Весьма символично. Эти работы я привез сюда, потому что все они выполнены в смешанной технике, которую я недавно открыл для себя. И поэтому они отражают наиболее полный какой-то новый этап в моем творчестве, новый виток. И, как это часто бывает, последние работы, созданные последними, свеженькие, так сказать, они всегда нравятся больше старых. Поэтому хочется их больше показывать, слушать мнения. Именно поэтому в этот день, в эту ночь зрителям представлены именно эти картины. А вот в городской библиотеке номер три семейного чтения программу «Библионочи» назвали «Неисчерпаемый источник вдохновения». И это не случайно. Здесь читали стихи, пели песни. Как поют соловьи, а в брак поцелуй на рассвете. Для всех от мала до велика здесь нашлось дело. Для ребят школьного возраста немало увлекательных мероприятий. Кто-то играл в шахматы, кто-то слушал рассказы. Мы узнали, что такое, в чем суть книги, что книга – это очень важная вещь. Узнавали про котов и Древнюю Русь. Я узнал, что бывает очень много разных домов, что коты были не только в Египте знамениты, но и в России, и что их привезли моряки. Почему люди должны читать, расскажите. Нужно, чтобы больше знать, узнавать нового. Там по окружающему, например, миру тоже мы читаем, узнаем много нового. Вам нравится проводить время в библиотеке? Да. А почему? Потому что тут очень много людей, можно познакомиться, и очень интересно. Духовой оркестр из Польши посетил с творческим визитом наш район. Повратимские отношения приносят пользу и на культурной Ниве. С творческим визитом посетил Щелковский район оркестр из Польши. Музыканты, молодые ребята из деревни Ростожево, близ города. Раконевицы, с которым наш район уже 15 лет связывают дружеские отношения, встречали польских гостей в Щелковском театрально-концертном центре «Щелковский театр». Это выступление молодежный оркестр и ансамбль «Мажореток» презентовал прямо у входа в театр. Дальше ответный жест официального открытия выступления Щелковского оркестра и ансамбля «Распевы». В нашем театрально-концертном центре «Щелковский театр» польский оркестр, польский духовой оркестр. Это говорит о том, что творческая дружба не имеет границ. И самое главное, я бы хотела сказать, вы видели, как они душевно и радостно выступают у нас. И мы их встречаем также с открытым сердцем. Потому что это слова требуют перевода, а чувства перевода не требуют. Думаю, что это будет хорошая дружба. Помимо жителей Раконевича и Шелкова. А лучшее, что это будет через культуру, музыку и поэзию. Это, как сказал Джим Пейдж, что наилучший инструмент для порушения сердца, для мира, есть музыка и поэзия. Вот так выступление оркестра из Польши стало ярким творческим подарком и символом того, что музыка – универсальный язык, который объединяет людей вне границ и наций. Фестиваль «Конкурс Победа» нам далась нелегко, не впервые проходит в Африаново. Сюда, в местные Дом культуры, приезжают участники из поселений района, из Владимирской области и других городов. Фестиваль «Конкурс Победа» нам давалась нелегко, не впервые проходит в Африаново. Сюда, в местные ДК, приезжают участники из поселений района, также из Владимирской области и других городов. С каждым годом конкурс, так сказать, растет, набирает обороты. Все больше и больше участников каждый год. Ну, на самом деле, я считаю, что этот конкурс очень нужен. Мое мнение, что слова песни, наверное, это именно те слова, которыми можно передать поколению. И, вы знаете, как всю горечь войны, все вот эти тяжелые времена, также и как радость, наверное, победы. Номинаций сразу несколько. Самым маленьким артистам всего шесть. Сегодня они выступают впервые. Песни, хореографические постановки, во всем они проявляют себя, как неравнодушные маленькие граждане своей страны. Мы приглашаем всех желающих, потому что у нас есть в районе конкурсы, районного уровня, там, конечно, может быть более профессионалы и специалисты. А вот любители, например, допустим, могут выступить на гораздо нижнем уровне, например, допустим, как у нас. Но с каждым годом наш фестиваль приобретает более высокий уровень. Но мы приглашаем в данный момент всех желающих. Главное участие и желание, ведь творчество, помноженное на любовь и почитание, дает очень важный результат. С молодых ногтей через искусство передается то, с чего начинается Родина. И мы считаем, что для нас победа, это значит, что наша страна очень сплоченная. На этом все. С вами была Лилия Тениева. И, как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова